а йогой сумерки мы продолжим проходить юр под названием а гриф он king epic короче так сказать мы с вами немножко исследовали что вообще есть а теперь у меня вопрос как экипировать предмет так это справочник не туда не туда не туда вернись обратно мне нужно посмотреть я хочу утенка поставить а если он в реле превратить ландовать и куда мы пойдем с вами пески давайте вспоминать кто что взял это не пиратка скорее всего это взял меч этот взял лук я пойду на того кто взял меч и как бы не глупо это было но погнали ложность рушеносец самоцветы выпадает чаще базового здоровья увеличенную так увеличен уровень легче персонаж получает меньше золота базовый шанс выпадения самоцвета в базовое количество здоровья стандартный уровень персонаж получить базовое количество золота герои зеленые самоцветы не падают это хил базовое здоровье уменьшено меньше контрольных точек персонаж получает больше золота потяна рыцаря такой уж герой а потом может быть на героя попробую потом может будем проходить игру на герой альф арт пустыню даже я можно я вас понял ну на самом деле странновато кажется мне сюда было рано идти чем прикол блин я не знаю даже на что-то похоже то что сейчас произошло если вы так сделала а нельзя я бы ученка взял но не знаю как утенка взять это щит второго уровня типа а сейчас покажу вам супера так уж вот заряжена у меня яд вынес вы видите враги восстанавливается когда мы летим в другую сторону как бы так сделать чтобы еще самому от этого не сдохнуть давайте скажите мне легкий способ как от этого избавляться единственный плюс который могу отметить то что я могу снаряда ломать мне кажется лучше сюда нужно было не идти было бы неплохо узнать сколько у меня всего этих ладно хотя бы чуть-чуть восстановил от плохо то что вы сзади тоже нападают что мне обязательно нужно поворачиваться но враги при этом восстанавливается вы понимаете так контрольная точка если что ухты лампа ухты лампа отсылка на ладина замечу что ничего не происходит скорее всего что должно произойти ладно давайте еще подожду 5 секунд ничего не понимаю а во что стрелять мне хотя бы надо я понял то мне нос чешется в на в 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 а Давай-давай-давай! Так, лампа уже ломается. Я не знаю, почему не было видео. Еще третий надо, шар. А где видео? А где видео? Понимаю. Подожди. А если вернусь на карту, я вернусь наимно? Ну ладно, давайте потом. Это видео уже посмотрим, когда мы закончим с вами. А что так сложно? Да, он в натуре надает. Ну блин, я жду, когда он превратится во что-то. Мне кажется, он не просто, он не бесполезен. Он что-то должен дать. Где золотые камни? Он должен замолчать. Ой-ой-ой. Зараза. Зараза. Почему? Где он молчит? Он вообще не молчит. Так, назад, а, зелье. Короче, у меня только 5 хп-шек, оказывается. Короче, надо искать глаза. И главное, привыкнуть, попробуй привыкнуть к этому фикбоксу. А, он очень сильно надоедает. Ладно, я думаю, привыкну потом к управлению, но игра потом станет еще тяжелее. А, смотри, теперь он вообще еле-еле гогочит. Ха. Интересно, если он вообще замолчит. А я сюда замолчу. Вы получили руна подводного дыхания. Позволяет использовать подводное дыхание. А-а-а. Короче... А заметьте, там это... Ящерка танцевала. Ну, руны, слышите, нужно обязательно собирать. Как я понял, руны нам позволяют с вами... Эм... Как вам это объяснить? Попадать в другие локации, куда нам нужно будет. То есть, я теперь могу попасть в локацию с водой связанной, да? То есть, я могу плавать под водой. То есть, если я хочу куда-то попадать, мне нужно для этого сначала собрать предметы. Зефира, что ты делаешь? Сейчас же отпусти этого человека. Он мне должен, я дала ему лошадь. Теперь я пол... Получить свои деньги. И кроме того, кто ты... Ты как... Так... Кто ты какой? Что приказывать мне? Я твой двух. Я твой друг. Разве ты не узнаешь меня? И какого черта ты... Продаешь Ориона? Он же твой друг. Ха-ха. Жалкие создания вроде вас. Не... Мне не друзья. Мой ездевой скорпион намного сильнее. Отпусти человека, и... Я... Отдам тебе все свое золото. Хорошо. Теперь... Отдай мне все, что у тебя есть. Конечно. Я все тебе отдам. Если сможешь меня победить. Ах ты мелкий, бесчестный... Плут. Я заберу то, что... Принадлежит мне. Даже если мне придется взять это с твоего... Издыханного тела. Вау, 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 я понял. А, все, я понял, где нужно смотреть хп. Ну, против него тактика довольно легенькая. Но если не смотреть на тот момент, что здесь довольно много... Этапов. Ну, хотя бы утка, слышите. А, блин, я еще молчание не прокачал. О, почти зацепил. Уп, уп. Ай, все, я его хп вижу. Ну, что без урона. Легко. Будь ты проклят, мой скорпион. Ты заплатишь за это, ничтожный рыцарь. Топ, это вторая фаза сейчас будет? Зефиры, я пришел к тебе за помощью. Возьмешь... Возьмись за ум. Вернись к нам. Единственное, чем я могу помочь тебе... Это справиться с... Раздвоением сознания. Если ты не в силах сделать это сам. Сделать это сама. Если только один выход. Надеюсь, этот амулет очистит тебя. Оливер, что произошло? Ты... Ты была сама не свой. Не своей. Это похоже на кошмар. Я бы в жизни не... Ориан! Ты тут заткнешься, утка! И заметьте, да, тут... Походу, из-за русского языка не работает некоторые диалоги. Манать. Каеф. Че сказать. А нет, походу, нужно было пропустить. Типа, мы с вами нашли. Вы получили меч комара. Не комара, а комара. Но я бы... Я бы использовал... А, стой, мечейший предмет из... Страть от этого. Энергию. Ну да, я вот прошел, но мне дали крылья серые. Ну блин, на золото я даже не знаю. Давайте посмотрим, что... Йелка, сколько на рынке стоит. 60 монет. У нас есть два куска. В принципе, это нормальные деньги, слушайте. На самом деле, это очень выгодно. Я, да, скорее всего, куплю... Творфа. Стрелять во врагов в несколько направления. Но это тоже, как бы, прикольно. Гадский утенок. Я бы здесь, да, увеличение золота купил. Стал. Ёлку купил бы. На 7 секунд. Указываю здоровье всех врагов. Не хочу. Так, лавка волшебника Руна подводного дыхания Позволяет исследовать подводные пути Так Позволяет исследовать подводные пути Избучие Пески Опа Второй уровень, если прокачать Опа Рунчик мы прокачаем А теперь мы сделаем, ребята, кое-что Мы сделаем повторное прохождение Этого уровня Справочник Потому что там есть, были у нас подводные Туннельчики, куда я мог попасть Так, персонажи Зафира Фарис Зафира родилась и выросла в соседней стране Альфшарх Как только она достигла полнолетия, она вступила в армию и стала уважаемым рыцарем Она быстро продвинулась по карьере лестницы и достигла самого почетного места в армии Грант Антариус В награду за отвагу во время войны Пултан Альфа Шарафа подарил ей Пегаса Ориана Зефира и Сэр Оливер очень похожи и могли бы стать лучшими друзьями, если бы не многолетняя война между их странами По воле судьбы они встретились на поле битвы, но в результате магические ошибки им пришлось сражаться бок о бок Чтобы выжить, вражда сменилась соперничеством, а затем и вовсе стал дружбой Вместе они положили конец войне и отправились домой с миром Спустя некоторые несколько лет в Альфшарах пришло письмо с просьбой помочь в поисках принцессы и убийстве дракона И Зефира добровольно согласилась помочь Верхом на своем Пегасе Зефира впервые сражалась с плечом с плечом с Сэром Оливером Окей, так, дальше К яхдам и там будешь А не Альфшарах Так, Стервятника Жайфа Стервятники Жайфа питаются под падалью и обитает в пустыне Альфшарах, большинство сверх Стервятников ждут пока животные не умрут от жажды или голода Но Жайф более агрессивный вид Они убивают своих жертв и стерегут их тела пока тени начинают гнить Растение Рукиер Растение Рукиер похоже на своего Двоюродного брата из джунглей Прячется перед тем как напасть на свою жертву Но так как в пустыне не очень много мест для засады Это Растение научилось ловить своих жертв Шипами Шипами? И некоторое время хранит их живыми Не самое приятное зрелище Авантюрист Альсарка Они слабые, плохо выраженные и довольно трусливые Поэтому находясь в самом низу иерархии гильдии Альсарк Когда Зефира устроила беспорядок в городе Эти мерзавцы повылазили из своих щелей Чтобы присоединиться к гильдии К одному Они очень слабы Но их сила в королевстве Остерегайтесь их острых кинжалов Плющая кобра Это большая змея главная охотника в пустыне Альфшара Говорят взрослая особь А может Проглотить целиком человека Кобра выбрасывает яд Чтобы ослабить своих жертв Иногда у них нет сил Чтобы идти События Меня обнажают Себя в желудке у змея Они обнаружат себя в желудке змея Как это херня У меня глаза устают Ммм Налетчики Альсарба Твоя репутация в пустыне Гильдия Альсаб Обязана этим жесткими преступниками Обычно они устраивают засады Грабят кровавые Караваны и одиноких путешественников Что из-за неразберихи Неразберихи в городе Они безнаказанно грабят и убивают даже В светлое время Что так? Эти бандиты быстрее и выносливые своих коллег По преступленным ремеслом Червь Рампа Рамла Подземные создания, которые научились лепить из песка Преграды, чтобы остановить Незванных гостей Поговорят, что иногда они покидают свои пещеры И нападают на людей На поверхности О них в присутствии свидетельствуют воронки в песке Летающий змей Мучитель Как правило, эти огромные летающие змеи редко попадаются на глаза Их грузовые крыльи Крики Периодически освещают небо в пустыне Так как они известны своим агрессивным поведением Гильдия Альсарк выгнали их с своей территории в сторону города Чтобы спровоцировать еще больший хаос Брут Альсарка Эти большие и злые бандиты занимаются самым высоким местом в иерархии гильдии Альсарк Обычно их беспокоят только когда есть шанс сорвать большую куш Поэтому они все присоединяются к захвату города Когда зефира стрел хаос Они привыкли жить в роскоши Большая часть денег и еды достается им Ну и конечно лучшими чем Разведчики Альсара Однажды член гильдии напали на тарховца коврами Осознавший безвыходность своего положения Он предположил бандитам волшебные ковры в обмен на свою жизнь Сделка не состоялась Бандиты подумали, что он водит их за нос И перерезали ему глотку Но они слишком поздно узнали правду Когда последний коврот хач был уже мертв Понятненько Мешок с песками Самодельные преграды из мешков с песком Их поставили бандиты из гильдии Альсарка Чтобы переградить людям путь К определенным местам в городе Они используются в качестве щита Вслед лучшей нападения Ифрит Злобный дух огня Который использует обман, чтобы выбраться из своего заточения В волшебной лампе Когда кто-то становится жертвой Его уловка Обычно Лживых обещаний использует желание И освобождает его Ифрит Накладывает на него проклятие И забирает душу Чтобы получить еще большую силу И стать Навечно свободным Зефира Фарис Темная Когда она взяла меч Шамара Ее разум и сердце Наполнились злостью и жадностью За прошедший год Они Совершили ряд Неназначенных поступков Из-за жадной Наживы После одного Проступка Она решила Продать своего Пегаса Крупнейший Рынок Находится в столице Когда она устала Идти пешком По пустыне То Приручила Дикого Скорпиона И верхом на нем Добралась до столицы Там ее Попытались Остановить Охранники Но она их всех победила Этим воспользовались Бандиты И захватили Город Теперь она пытается Продать Орена Подороже Ну да Видите тут даже Количество побед есть Наряжение Меч Акамара Меч из магического камня Который создает Волну Волну в форме луны Требует Времени Для зарядки Между атаками Но не иметь Тебе равных По силе Исап Анау Весельчак Из-под земли С помощью магии Он увеличивает Количество золота Которое находится У его хозяина А силой Оранжевых самоцветов Он Становится Настоящим Машиной Для заработки денег Вроде Толковый Парень Только вот Берет 30% Выручки себе Обычное Зелье Лечащее В зависимости От времени Применения Может иметь Вкус Любимого Завтрака Победа Или Полдника Эта руна Создает Защитный Пузырь Который Позволяет Дышать Под водой И даже Забучими Песками И давайте Сюжетные Сценки Посмотрим Да Видите Я должен Нет Это Другое История Катариса В древние Времена В этих Землях Располагается Иная Цивилизация Долгое Время Она Не имела Названия Кочевники Которые Пользовались Дарами Земли Чистая Случайность Изменилась Судьбу Скромной Цивилизации Однажды Мальчики Обнаружили Светящийся Камень На дне Озера Это Шукратос Когда Они Подплыли К камню То обнаружили Что могут Дышать Под водой Новость Быстро Разлетелась И вскоре Это место Было Переполнено Исследователями Которые Искали Новый Магический Камень Целая Гора Этих Камней Лежала В озере Таким Образом По воле Случая Были Обнаружены Магические Камни А Я думал Здесь Этот Будет Мне показан Как он Называется Ну а Давайте Я быстренько На легкой Сложности Пролечу Быстренько Пролечу Потому что Так подожди Мне нужно Спутника Поменять Мне нужно Оружие Изменить А что ты мне Этого Дал Подожди Нет Он Все-таки Болтает Да Пока Что Нормально У нас Идет Именно По Деньгам Вот Песчаная Первая Локация Ну Замечу Я могу Дышать Теперь Под водой Поэтому О да Теперь Я могу Сюда Пойти Типа Он Застрял И Кто Это Он Даже Не Хочет Со Мною Поговорить Но Это Барунду Который Взял Телек Так Произошло Сохранение О Что Новенькое А Это Как раз Другой Выход Да Который С пустыни Ну Ну да В принципе Это Он Так Теперь Мне нужно Долететь До Вот Вот Этот Был Очень Сильно На Симбада Похож Не Знаю Почему Который Валяется Мертвый Даже Не На Симбада На Этого Пирата Карибского Моря Хотел Сказать Почему Тоному Довольно Похож На Сам Дело Идео Моидов Деньги Хотя У меня Было 500 А Собой А Я На Легком Играю Цинкебау Цинкебау Я Че Ты Про Это Забыл Сейчас Убьем А Видите А Здесь Ему Нужно Один Одна Тычка Здесь Даже Сложностью Оно Все Меняется Теперь Ему Нужно Конечно Две Тычки Потому Что А Тогда Вам Нужно Было Ему Три Тычки Давать Все Впринципе Я увидел То Что Я Хотел Увидеть Поэтому Я Думаю Можно Вернуться На Карту И На Это Вам Закончить Поэтому Видеть 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 То есть Если Я Прохожу На Одном Этапе То Сразу Проходится На Втором Считайте Поэтому Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Комментируйте Всем Удачи И Всем Пока